Российский беспилотник вторгался в воздушное пространство Израиля, при этом ПВО еврейского государства не справилось с нарушителем. Таков вывод в специальной комиссии военно-воздушных сил Израиля, которая занималась расследованием происшествия от 17 июля этого года. Ранее Армия обороны Израиля заявила, что комплекс ПВО «Патриот» пытался сбить дрон в районе Голландских высот, однако беспилотник увернулся от ракет. Чей был летательный аппарат, тогда не уточнялось и лишь сейчас стало известно, что речь идет о российском дроне. Как инцидент прокомментировали в Москве и Иерусалиме, узнаем у моего коллеги из Израиля Евгения Савы. Он выходит с нами на связь. Женя, добрый вечер. Добрый вечер, Валерий. Спустя три недели после инцидента, который произошел в воздушном пространстве на севере Израиля, стали известны подробности специальной комиссии, выводы специальной комиссии. Их публикует влиятельная здесь газета «Арыц». Несмотря на то, что Москва в конечном итоге призналась в том, что это был ее беспилотник, израильская сторона так этот инцидент не оставила. И командование ВВС Израиля даже создало специальную комиссию. И вот эта комиссия почти три недели пыталась выяснить, что же произошло там в небе 17 июля. Итак, что мы знаем на эту минуту? Известно, что израильские военные, по меньшей мере, провели семь телефонных бесед с российскими военными, которые базируются на территории Сирии. Израильтяне пытались выяснить, принадлежит ли этот беспилотный летательный аппарат российской стороне. И вот на протяжении 40 минут российские военные отказывались признаваться в том, что это их беспилотник. Они говорили, что нет никакой возможности, что беспилотный летательный аппарат так бесконтрольно находится в небе над Израилем. После этого были опрошены все подразделения, которые имеют отношение к беспилотным летательным аппаратам, уже в израильских ВВС. И после того, как стало известно, что это не израильский беспилотник, в небе в воздух были подняты два истребителя F-16. Однако им, как показывает проверка, не удалось сбить этот беспилотный летательный аппарат. Более того, системам противоракетной обороны также не удалось сбить этот аппарат, после чего он вернулся на территорию Сирии и скрылся с израильских радаров. И вот сейчас, собственно, главный вопрос, что же делал этот беспилотный летательный аппарат 40 минут в небе над Израилем, что он смог снять и кто вообще его туда отправил, с какой целью. Как я уже подчеркнул, несмотря на то, что российская сторона в итоге признала свою ошибку, и израильтяне, кстати, признают это, они говорят, что это не был злой умысел. Тем не менее, многие здесь в армии задаются очень непростыми вопросами и намекают, что если в будущем подобное произойдет, а здесь, к сожалению, готовятся к предстоящему противостоянию с шиитской группировкой Хизбалла, и здесь известно, что у Хизбалла есть подобные беспилотные летательные аппараты, то это может дорого обойтись не только израильским военным, но и израильскому тылу. 40 минут такой беспилотный аппарат кружит над израильскими городами. Конечно же, это серьезная проблема, и в израильской армии, как мы слышим, в последние дни обещают эту проблему исправить, и в будущем, чтобы подобных инцидентов здесь не повторилось. Валерий. Спасибо, Женя. Мой коллега в Израиле Евгений Сова с подробностями вторжения в воздушное пространство еврейского государства российского беспилотника.